Братья и сестры, здравствуйте! Мы почитаем с вами сегодня Языкииля, 28 главу, но не всю, а частично. Языкииль – это один из таких глубоких пророков, чтение которого предполагается по достижении полного совершеннолетия, как «Шестоднев», «Песня песни», например, там некоторые другие вещи. Почитаем пророчество Языкииля о Тире. Тир и Сидон, они обычно вместе произносятся, даже споровываются два города на Средиземноморском побережье. Это финикийские колонии, торговые города, как, например, Карфаген, с которым у Рима была непримиримая война. Это города, обогатившиеся до чрезмерности. Это города, в которых серебро могло быть по цене мусора от обширной торговли. Ну и, соответственно, там, где происходит обширная торговля, там успешная торговля, обогащение, там какой-то рентный капитал, там эти все выгодно купил, выгодно продал, там надмивается сердце человеческое. Города портовые, города роскошествовавшие, такие, как Каринф, например, в Элладе. Там говорили, что даже была пословица «жить по-каринфски» значило не просыхать от пьянства и только менять локации из публичного дома, там одного в другой переходить, а зной таверны в другую. Это значит «жить по-каринфски». Такой образ жизни таких сиборитов, богатых, ничего не делающих, гоняющихся за удовольствием. Вот таким был Тир. А что это нам, зачем это нам важно? Важно нам потому, что есть и современные, после Тира и Сидона, когда они ушли на дно, историческое. Александр Македонский, кстати, там поработал над тем, чтобы Тир был разрушен. Пальма первенства, это переходящее красное знамя тирской цивилизации, перешло к другим морским державам, безмерно обогатившимся за свою историческую деятельность, ограбление колоний и так далее. Какое-то время Испания потрудилась, была хозяйка Марии, потом у нее отбила по Пальму первенства Британия, потом Британия передала свои все навыки, способности и средства в Северную Америку. А на сегодняшний день переходящее красное знамя тирской цивилизации – это Соединенные Штаты. Почему я про нее читаю? Собственно, поэтому я и читаю об этом. Потому что у России сегодня столкновение глобальное, конечно, не с Украиной, не с братским народом, но Украиной, попавшим в вражеский замес со стороны заокеанских хитрецов. У нас столкновение с вавилонской блудницей. У нас столкновение с теми, кто ложью, золотым тельцом, деньгами, подкупом, страхом, развратом или прямым убийством покорил, подчинил себе пол Вселенной. Одних купили, других запугали, четвертых обманули, четвертых просто уничтожили. Это она, это вавилонская блудница, сидящая на водах многих. Воды вполне конкретно – это Гудзон. И вот Иезекииль характеризует цивилизацию Тира следующими словами. «Плачь о царе Тирском, сын человеческий, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Дальше речь пророка переходит к сатане, к архангелу, который возгордился и упал сверху вниз. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие». Речь пророческая переходит сначала, начинается с царя Тирского, а потом уходит к персонажу из мира ангельского, который родил зло и гордость во Вселенной. Потом опять от сатаны переходит речь к Тирскому царю. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Вообще существует цивилизация и работяг, а цивилизация и торгашей. Работяга, например, земледелец – это человек, который имеет стратегическое мышление, сегодня посеял, через полгода вырастет. Но через полгода съем, не раньше. Цивилизация торгаша – это цивилизация купить дорогое за дешево, продать дешевое за дорого. И побыстрее, чтобы, значит, моржа на карман, как бы, значит. Здесь взял, там сдал, обманулся, сдал, напустил дыма при помощи рекламы. Это совершенно два не схожих типа цивилизаций. Сейчас идет, по сути, война с торгашеской цивилизацией, и пищат сильнее всего торгаши во всей Вселенной. Я не о хороших торговцах, потому что их тоже очень много, и именно о тех, кто хочет продать дешевое за дорого и купить дорогое за дешево. Это бесовская торговля. От обширности торговли твоей внутреннее око твое исполнилось неправдой. Ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, на среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Из среды тебя извлеку огонь, который и пожрет тебя, ибо в тебе самом источник несчастья твоих. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видевших тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И так существуют некие гордые цивилизации, которые, как херувим осеняющий, высоко взлетают. Но потом от обширности торговли надмивается тщеславное сердце их. Они теряют мудрость, и торгашество убивает гениальный дух. И потом Бог гневается на этих людей, которые решили купить всю вселенную, и сердце которых сказало, теперь я Бог, теперь я правлю всей подсолнечной. И за это Господь Бог говорит, я сражусь с тобою, и уничтожу тебя. И свистнут о тебе с удивлением те, которые пройдут мимо пепелища твоего. Так было, так есть и так будет, потому что Бог только смиренным дает благодать, а гордым противится. Обращаю ваше внимание на то, что мы читали. Мы знакомились бегло, вы сами потом прочитаете более плотно и подробно. 28 главу книги пророка Языки Илья. Наверняка многие ее не открывали ни разу. Потому что пришло время. До свидания.